Ужасные новости пришли о жене главы украинской разведки Кирилля Буданове. Жену Мариану, главного разведчика украинского, вероятно, отравили. Она находится в больнице, как сообщили источники целого ряда СМИ, в том числе «Украинской правды» в главном управлении разведки. Отравили девушку, вероятно, тяжелыми металлами. Непонятно, пока травили ее за один раз или это было на протяжении какого-то времени. Однако уже есть информация, что добавляли это вещество в еду. Жена главного разведчика для наших зрителей Мариану, напомню, она человек не публичный. По словам Буданова, она к разведке и к спецслужбам, к украинским не имеет отношения. Однако жила с ним в кабинете все это время. Все время полномасштабное вторжение, потому что на самого Буданова было совершено уже более 10 покушений. Предлагаю сейчас, да, не гадать, кто может быть к этому причастен. Ну, можно предположить, конечно, но все же. О самом почерке, отравление тяжелыми металлами, покушение через отравление. Напоминает ли вам что-то это? Ну, конечно, напоминает, конечно, напоминает. Прежде всего, я вспоминаю тогда еще кандидатов президента Украины Виктора Ющенко. И там тоже соли тяжелых металлов. Конечно, я вспоминаю целый ряд отравлений, начиная от отравления Литвиненко в Лондоне. И там много-много всего, и дело Скрипалей, и, конечно, отравление Навального. Но здесь вот по почерку отравление жены Навального, Юлии Навальной. На нее тоже было покушение. И об этом стало известно уже тогда, когда расследователи из Белинкад взялись за случай очень многих отравлений. И выяснилось, что то, что мы просто считали странным, ну, как недомогание Дмитрия Быкова, например, теперь уже точно доказано, что это было отравление новичком, и установлены люди, которые к этому причастны, и даже футболка, на которой было донесено вещество. Но это прошло уже сколько лет, когда и сам Дмитрий считал это недомоганием. Просто недомоганием, ну, просто очень серьезным. А все-таки выяснилось, что отравление, когда, в общем, очень многим людям кажется, что это просто недомогание, спустя какое-то время выясняется, что зря мы такое легкомыслие проявили, поскольку, ну, казалось бы, зачем ФСБ отравлять литератора? А вот поди, что все-таки да. И недавний случай странного недомогания в Берлине Елены Костюченко, журналистки, в том числе «Новой газеты», которая недавно выпустила книгу о Мариуполе, о войне. И это очень серьезная книга. Я понимаю, почему ее автор, например, мог бы быть крайне нежелателен для ФСБ, для Путина, и почему хотелось бы причинить неприятности всякие разные. Здесь, конечно, совершенно понятно, что Кирилл Буданов широко известен, широко известен и в России тоже. И я не уверена, что, я бы так сказала, агрессивная, конформистская большинство россиян каким-то образом может высказывать к этому свое отношение, но в любом случае Кирилл Буданов из тех людей, которые, мне кажется, даже у врагов вызывают уважение, уважение и трепет. И я думаю, что, в общем, объектом мог быть как он сам, так и его жена, потому что, ну, мы знаем, по примеру, Юлия Навального, стараются бить в самое больное место, в самое незащищенное. Друзья, ваши мысли по этому поводу оставьте в комментариях. Также слава поддержке семье руководителя украинской разведки тоже. Мы будем двигаться дальше. И как честные люди, друзья, я вас всегда прошу поставить лайк, беседе авансом, для того, чтобы большее количество людей увидело сегодняшнее интервью, потому что, на самом деле, даже первая тема, она уже касается, в общем-то, каждого из нас в контексте войны России против Украины. Давайте двигаться дальше, Ольга. В целом, очень, вы знаете, расстроил наших зрителей и вообще, я смотрю, вот даже подписчиков своего Инстаграма Евгений Чичваркин. Наш постоянный собеседник, которого мы очень любим, который болеет за Украину не только словом, но и делом, который всячески поддерживает и деньгами, и всем, чем только можно, силой обороны Украины. Недавно он привозил помощь гуманитарную и для военных госпиталей. Однако от этого вот как раз еще и грустнее, что такие люди, как Евгений Чичваркин, говорят, наверное, правду, то, как они все чувствуют, делают следующее заявление. Значит, Евгений Чичваркин заявил, что Запад сделал все для того, чтобы Путин победил, и на данный момент Путин действительно побеждает. Те санкции, которые ввели против России, оказались либо недостаточными, таксирую Чичваркина, либо такими, которые лишь помогли Кремлю перестроиться и обозлить россиян на Запад. Из-за того, что такой резонанс вызвали эти высказывания, в том числе и у нашей аудитории, я вас, Ольга, попрошу ваше отношение к этому высказать. Насколько вы действительно считаете, что вот вся стратегия Запада, которая была выстроена в течение полномасштабного вторжения, не привела к желаемым результатам, и, вероятно, даже, вот как говорит Евгений, помогла Путину побеждать? Ну, мне довольно трудно оценивать слова Евгения Чичваркина, но уважаемый посток, поскольку я тоже очень большой пессимист. Я очень большой пессимист и касательно нашего собственного будущего, нашего, в смысле, поколенческого, ныне живущих людей. И судьбой России, единственное, в чем я уверена, в чем я уверена, то то, что Украина победит. Вот здесь я уверена совершенно. Запад не даст Путину выиграть эту войну в любом случае. В любом случае. И в любом случае, в любом случае, в 21 веке мы увидим Украину отстроенную, Украину модернизированную, Украину, которая помогает весь мир. Но какой ценой достанется эта модернизация, какой ценой достанется мирная Украина, мы сейчас с вами не знаем. И я думаю, что речь идет действительно об очень больших потерях, в том числе и будущих потерях, и об этом просто страшно говорить. Я думаю, что Чичваркин еще и это имеет в виду. Конечно, мы чувствуем это. Я уверена, что и украинцы чувствуют это. Как сейчас снизился поток помощи Украине. Ну, в конце концов, очень много шли через руки волонтеров, благотворительных организаций, НКО разнообразных. И этот поток сейчас сузился до тоненького ручейка. И, конечно, потому что Израиль – Палестина, и потому что люди устали, и потому что нет ни наступа, ни контрнаступа, и вроде как ничего не происходит. Это треклятая Авдеевка со своим терриконом уже сколько времени. Единственная новость с фронтов. Это все, да, это все происходит. Плюс ко всему Байден, Трамп, выборы – все это не способствует тому, чтобы как-то разогреть энтузиазм людей. Энтузиазм вообще не бывает, к сожалению, длительным. Но я еще, знаете, как почувствовала слова Чичеваркина, что мы проиграли, то есть мы с ним проиграли. Проиграла российская оппозиция прежде всего. Ну, так да, это не новость. Это не новость, и чем раньше придет осознание этого, тем лучше. Но я опять же тут же вспоминаю, по-моему, Маша Даян это сказал. Маша Даян, да, тогда израильский лидер. В 60-е он сказал, что если я проиграю эту войну, я начну новую под фамилией своей жены. Проиграли, да, проиграли, да. И это не повод складывать лапки и уходить, я не знаю, там, в айтишники или в маркетологи. Нет, надо будет пробовать, к сожалению, еще и еще раз, только не с конца, а еще с низшей точки. В любом случае, сейчас я просто понимаю, что люди-волонтеры в России, очень много людей помогает украинским прежде всего. Ну, сейчас главная тема заключенная, потому что украинские заключенные, они выходят, в отличие от военнопленных и в отличие от цивильных заручников, цивильных похищенных, они выходят все-таки из тюрем. Их можно доставить назад в Украину, что, собственно, и делается. И здесь мы можем помогать, здесь можем помогать адвокатами и передачами тем, против кого уже открыты и возбуждены судебные дела, и кто сидит в российских тюрьмах из СИЗО, и кто уже получил срок и уехал в колонии. Здесь есть еще очень много работы, и ее просто надо делать. Просто надо делать. Она такая ежедневная, негероическая, такая небаррикадная, она не приводит к смене власти. Это не означает, что ее надо делать. Конечно, ее надо делать в любом случае. И в любом случае мы с вами не знаем, как изменится мир, который меняется на наших глазах на протяжении последних трех-четырех лет из пандемии и с войнами просто кардинально. И мы уже с вами слышим в геополитике, что один остался полицейский на районе, или один, хорошо, гангстер на районе, и это США. И кто не выбрал США, тот, соответственно, смотрит на появляющегося другого главного на районе, это Китай, и где-то там ходит Россия, и есть так называемые, как раньше были, неприсоединившиеся страны, неопределившиеся страны или определившиеся страны, которые не хотят быть вместе с Европой или вместе с Америкой, но не хотят идти под Китай или под Россию. И это тоже большая сила, это тоже очень большая сила, потому что в этих странах нефть, в этих странах золото, в этих странах очень много всего интересного. Это такая, конечно, большая третья сила. И баланс очень нестабильный, нестабильный. Куда качнется дальше? Путин очень сильный. Да, Путин очень сильный. И Путин везучий. Да, Путин подписал контракт с дьяволом, совершенно верно. И сам стал дьяволом. Ему везет, как никому. Ну, вот такое свойство контрактов с дьяволом. Я не думаю, что это повод опускать лапки, но это повод трезво смотреть на вещи. Просто трезво смотреть на вещи. Не думать, что Путин лежит в морозильнике, выступают его двойники, и сейчас все рухнет, сейчас начнется инфляция, сейчас народ поднимет голову. Нет, не поднимет голову. Русские голову не поднимут. Их все устраивает, по большому счету. Кого не устраивает, тот либо уехал, либо сел в тюрьму. Там уже все понятно. Надолго это? Да, надолго. Да, надолго. Мы еще со своими проблемами всем наскучим. Но от этого проблемы остаются. Остаются. И Путин по-прежнему угрожает. Даже не Украине, а Европе. О Европе. Меня очень порадовал доклад, недавний немецкий доклад одного из крупных институтов немецких по поводу того, что в течение ближайших 10-15 лет возможна война НАТО с Россией. Да, черт возьми. Да. Да. Мы об этом и говорим, собственно, все это время, все эти годы. Мы и говорим о том, знаете, как нас учили, не знаю, в пятом классе средней школы, что там Русь, Русь, Киевская Русь, Русь закрыла с собой Европу от татаро-монгольских захватчиков. А сейчас Украина закрывает с собой Европу от других захватчиков. Все по-прежнему. Тот же Киев закрывает Европу от Орды. Да, и снова закрывает, и понимание этого все-таки приходит. Хотя, да, везде выборы, везде усталость. Мы видим везде поправение такое очень-очень тревожное, что в Аргентине, что в Нидерландах, что в Словакии. Мы все это видим, конечно. И вполне себе, что Америка может поправить с Трампом, да и Байден-то, собственно, не то чтобы пряник хрустальный. Но вот такое выпало время. Не повод складывать лапки. Я благодарна, на самом деле, Евгению за это интервью, потому что это не повод уходить. Это повод трезво смотреть на вещи и трезво оценивать свои силы. Мы слабы. Мы слабы, Путин силен. Видимо, надо качаться, больше заниматься, наращивать силу, ходить на курсы по повышению интеллекта. Я не знаю, что еще. Как-то надо давать отпор, потому что мы знаем, какие случаи в жизни, когда более сильные подминают все под себя. Но как-то обычно публика объединяется, дает отпор. Значит, надо учиться объединяться, давать отпор. Поэтому шапка закидательства очень опасная вещь. Очень опасная вещь. То, что Украина останется, Украина еще будет страной, которой будут завидовать очень многие страны. Вот это мы увидим точно. Это мы увидим. Мне кажется, это самое главное. Другое дело, что давайте приближать. Абсолютно с вами согласен. Спасибо за вдохновляющие тезисы, Ольга. Давайте, вот, кстати, еще мы что-то заговорили о нейтральности. Вы сказали нейтральные страны, которые еще не определились. И вот я сразу вспомнил сейчас определенный тренд у российской пропаганды. Они обсуждают одно из последних интервью главы фракции «Слуга народа», а также члена вот той контактной группы переговорщиков, группы переговорщиков, которая вела переговоры между Украиной и Россией в начале полномасштабного вторжения, Давида Архами. И он там в этом интервью заявил, что тогда, по большому счету, у России было только одно главное требование. Все остальные там про какую-то там дондиноцификацию, там, не знаю, про русскоговорящих. Это все было второстепенно и скорее просто было завернуто. Это была обертка. Самое главное, чего требовали на переговорах, это нейтрального статуса для Украины и ограничения ее вооруженных сил. И, мол, все, война заканчивается, значит, Украина, если вы сейчас подписываете еще там какие-то договоренности, которые, значит, вы там четко продекларируете, что ни в какое НАТО мы не собираемся и у нас там будет только определенное количество танков, солдат и проводить учения мы будем только с вашего разрешения, то все, война могла закончиться. И вот это обсуждается как раз такой риторикой. Вот, смотрите, Россия предлагала, значит, мир, предлагала не продолжать боевые действия, а вот злобный Киев, значит, отказался. Арахамия конкретно говорит, мы без всяких гарантий, очередной бумажкой опять подписывая, соглашаясь на какой-то нейтральный статус, в обмен на что? Не на что, по большому счету, на обещание россиян этого сделать не могли. Однако даже в Украине я уже слышу критику в его сторону, мол, вот, вы смотрите, могли сколько жизней спасти, надо было, значит, как-то договариваться. Вы верите в идею, что если тогда Украина, например, подписала бы какой-то договор о нейтральном статусе и ограничении своих вооруженных сил, то это бы поставило на долгое время точку я говорю в одно, что если бы президент Зеленский подписал бы такое, украинцы бы его разорвали, как избиратели. И, да, и он прекрасно понимал. И, наверное, разорвали бы, и правильно бы сделали, если бы такое подписал. Он прекрасно это понимал, разумеется. После того, как были отброшены войска оккупантов из Киевской области, из Харьковской области, подписывать фактически капитуляцию, то есть мы не вступаем в НАТО, ничего не делаем, у нас нейтральный статус, то есть мы не вступаем вообще ни в какие союзы, то есть без разрешения России, получается, да, без разрешения России и отдаем Крым, Луганск, Донецк. Серьезно? Серьезно? И украинцы бы с этим согласились? А сейчас? Вот давайте сейчас, да, вот сейчас Путин говорит, вот предлагали мирные переговоры, вот сейчас. Ну что же, ну впереди же еще жертва. Впереди же еще жертва. Ну отдайте ему то, что он завоевал. Ну подписывайте статус нейтрального государства. Ну вы же понимаете, что будет дальше. Что он возьмет передышку, он возьмет передышку на выборы президентов и в 24-м году где-нибудь в середине или ближе к концу двинется дальше. Двинется дальше и никто уже не придет на помощь. Вы же сами отказались. Субтитры создавал DimaTorzok